Вот тут, а здесь вот эта проводка сама замкнула, и всё вот здесь начало вот так гореть, гореть, гореть. Под крышей дома своего Наталья Молчанова рассказывает о пожаре, который чуть не закончился трагедией. В ту ночь в доме спали шесть человек. Наталья проснулась в кромешной темноте. Что случилось, сначала не поняла. Насторожили духота и запах гари. Брат побежал сюда. Когда он открывает чердак, тут уже пламя пошло. Пошло пламя, и вот не знаем, что делать. Я говорю, выносить детей. Ночную эвакуацию пришлось пережить и соседям Натальи. Первый пожар здесь произошёл ещё в мае. Потом всё успокоилось, чтобы вспыхнуть с новой силой. Здесь началась целая череда ночных возгораний. Четыре пожара за месяц. Улица Солнечная постепенно превращается в безлюдную. Местные жители просто уезжают отсюда. О том, что здесь когда-то был дом, сейчас напоминает лишь груды кирпичей и остатки мебели на пепелище. Анатолий Акалелов чудом отстоял свою избу. Огонь на крышу перекинулся с соседнего дома. Две пенсионерки выскочили оттуда среди ночи в одних сорочках. Но зато остались живы. Почему происходят пожары, местные жители могут только догадываться. Мы до этого не горели. Провели линию толщиной с руку. Ну что тут на 10 домов такую провели это? За объяснением жители товара Никольского обратились в сельсовет. Но застать председателя и получить ответ от него уже не могут несколько дней. Тем временем пожарные дознаватели уже сделали свои выводы. Дома очень старой постройки. Соответственно, проводка у них тоже старая. Получается короткое замыкание. И, соответственно, загораются дома, кровь. Но жители товара Никольского с этим не согласны и уверяют. В нескольких сгоревших домах электропроводку меняли неоднократно. И главное, почему все пожары происходят в определенное время. С двух до четырех часов утра. Теперь с этими вопросами они собираются идти в прокуратуру. Пока же, чтобы избежать еще одного ЧП, на улице установили ночное дежурство. Светлана Федоренко, Тимофей Астахов, ТВК Новости.